Сергей Ковосовский, начальник управления государственного контроля, главного управления МТСЧС Украины Харьковской области. Здравствуйте, уважаемые журналисты, коллеги. Актуальным вопросом стал для Харьковской области гибель людей на водных объектах. На сегодняшний день, к сожалению, погибло 53 человека. Если сравнивать с такими областями, как более водными, в Одессе 36 человек. В Херсоне, где море есть, где куча пляжа, там тоже 34 человека. Это стало актуальным для Харьковской области. И уже на протяжении с февраля месяца эта работа проводится массово разъяснительная. Местными органами исполнительной власти определяются, оборудоваются места отдыха, пляжи. Но, к сожалению, это имеет место. И основные причины гибели хотелось бы обсудить. Основные моменты, что способствует данному таким вот печальным цифрам. На сегодняшний день в Харьковской области определено областной и райадминистрациями 80 пляжей. К сожалению, на сегодняшний момент оборудовано и подписано в нашей службе всего лишь 40. Данный вопрос не останавливается. Оборудование проходит. Но, к сожалению, как объясняют нам власти из-за отсутствия финансирования, это проходит довольно медленно. Что хотелось бы отметить, в таких городах, как, например, Изюм, Любатин, Изюмский район, данные места отдыха вообще не определены. Это все, ну, печально данный вопрос поднимался на областной комиссии по техногенно-экологической безопасности, где поставлены определенные задачи главам районных администраций. Я думаю, этот вопрос в ближайшее время должен сдвинуться с мертвой точки. Что касается гибели людей. Самым основным, ну, скажем так, основной причиной гибели людей является это неосторожное поведение, неправильное поведение людей на воде. Это алкоголь. Даже если вы все посмотрите и увидите, прибыв на пляж, найдите хоть одну компанию подростков, которые сидят на пляже без алкоголя. Я вам хочу сказать, вы таких не найдете. Или это будут единицы из сотней отдыхающих. Когда человек употребляет алкоголь, он уже, ну, понятно, ведет себя совершенно по-другому. У него появляется храбрость, он не чувствует, чувство страха уходит на второй план. И, к сожалению, не только себя может повлечь гибели, а и окружающих. Начинаются игры, баловство на воде. Из-за этого фактически основная масса людей гибнет. Также была гибель зафиксирована и рыбаков. Я вам даже такой пример хочу привести. В Змеевском районе есть озеро Лиман. Большое озеро довольно. Там спасли одного человека, рыбака. Человек выплыл на средину озера на резиновой лодке. Начал ловить рыбу. Ну, каким-то образом лодку то ли проколол, то ли она как-то прорвалась, не знаю. Начал тонуть. Оказалось, рыбак даже не умеет плавать. Единственное, что он смог сделать, это набрать 101 и кричить «спасать». Ну, удалось нашим людям правильно среагировать, найти, ну, прибыть на место, лодку и так далее. Спасти человека, он уже фактически уходил под воду. Это было, ну, скажем так, апрель месяц. Вода довольно очень холодная была. Человек переохладился, но жизнь спасли такому человеку. И таких людей у нас до купального сезона утонуло порядка 20 человек. Это в основном из них рыбаки. Есть люди даже, которые в Золочевском районе, как пример хочу тоже привести, проезжаем. Лед уже фактически сошел, вода сверху. Идет рыбак в лыжах, идет по льду, ну, чтобы не провалиться, по поясу в воде, ну, тащится по льду и хочет поймать рыбу. Вот такие вот люди, я не знаю, беззаботные или бесшапашные, как их назвать, в основной своей массе, трагически заканчивают свою жизнь. Что бы хотелось сказать людям, которые отдыхают на пляже? Единственное пожелание – это отдыхать на пляжах, оборудованных для этого, где есть спасатели, где есть медицинские работники. Вы это все прекрасно увидите. Таких пляжей и в городе Харькове достаточно, и в области, в каждом районе есть. Ну, понятно, их может быть недостаточно для всех людей. Хотелось бы непосредственно населению подсказать, как правильно выбрать место для купания. Если вы уже приехали на речку, надо выбирать не изгиб реки, а ровное русло. На изгибе, как правило, большое течение. Из-за этого, ну, человек, даже если вчера здесь купался, было нормальное дно, все в порядке, то сегодня может абсолютно появиться там любой сторонний предмет, который может повлечь за собой. То есть нырять вообще запрещено в таких местах и так далее. Где ровное русло? Медленными шагами провести, ну, во-первых, одному вообще абсолютно категорически запрещается находиться на водоеме. Хотя бы минимум вдвоем. Попробовать дно, освоить местность, только после этого можно как бы искупаться. Что касается водоемов, таких как пруды, озера, водохранилища, то же самое избегайте там где-то каких-то мостов, прыжков особенно с мостов, гидросооружения, дамбы и так далее. Вообще прыгать в воду там, где вы не знаете, что там за дно, категорически так же запрещено. Не заходите в водоемы и не плавайте, не пытайтесь достать дна. Вот это самая большая проблема, из-за этого тоже очень много людей гибнет. Когда плавает, верхний слой воды прогревается до определенной температуры. Когда человек плывет, захотелось попробовать измерить температуру. На дне вода может достигать буквально 5 градусов, перепад в 20 градусов может быть. Если вверху вода 25 градусов, то на дне она может быть 5 градусов. Человека может сразу, ну, мгновенно хватает судорога и он уже больше не поднимается наверх. Это вот такие вот основные правила. Если вы видите, кто-то балуется, ну, скажем так, есть молодежь, которые, ну, по крайней мере, постарайтесь намекнуть или хотя бы сказать, чтобы немного вели себя по-другому. Ну, основные такие вопросы. Что касается проделанной работы со стороны Главного управления, нашими сотрудниками с начала года перед каникулами во всех школах без исключения, во всех садиках, во всех высших учебных заведениях, профессионально-технических заведениях проводились разъяснительные работы. Данный вопрос включен в программу именно преподавания через обладминистрацию, через департаменты образования города и области. Данный вопрос включен непосредственно в программу образования. Со всеми детками проводилась такая разъяснительная работа. Даже если мы проведем анализ погибших, то среди этой категории дети и, ну, подростки, учащиеся в вузах, институтах погибших, ну, минимальное количество. В основном это люди, кому же, за 30 и, ну, совершенно маленькие детки, которые, ну, родители оставили без присмотра. Данная работа проводится, не останавливается. Если взять даже статистику за несколько лет, то в этом направлении проделана колоссальная работа. И, фактически, если 5 лет назад число погибших было, там, 170 человек, то на сегодняшний момент, вот по прошлому году, если взять, за прошлый год погибло 68 человек. Как вы видите, цифры, хоть они, конечно, за каждой цифрой человеческая жизнь, но, к сожалению, приходится об этом говорить, цифры уменьшаются. Значит, работа ведется в правильном направлении. Данный вопрос не остается без внимания, как со стороны властей, так и со стороны службы по чрезвычайным ситуациям. Хотелось бы еще, как бы, предупредить об одном примере, я хотелось сказать. Недавно, 5 июля, да, погибла девочка на Журавлевском водохранилище. Она была кандидатом мастера спорта по плаванию. Занималась в бассейне Яны Клочковой. Просто она отошла купаться, мама была на пляже там с родственниками, и она оттуда просто не вернулась. Бывают такие, ну, случаи, что люди гибнут. Ну, сейчас проходит, там, ну, будет заключение о причине смерти, потому что бывают, ну, разные перепады температуры, сердечные приступы, бывают и какие-то другие заболевания, которые, ну, влекут за собой смерть. Ну, причина смерти не является утоплением. Такие люди тоже бывают, и через некоторое время, когда в отделе статистики данная информация появляется, тогда уже происходит корректировка по причинам смерти. И сейчас ситуация, я имею в виду, что 53 человека, ну, довольно огромная цифра по сравнению со всей Украиной. На конец года она может уменьшиться, ну, непосредственно из-за того, что причиной смерти могут быть другие болезни. Бывают даже и убийства были, но они фиксируются изначально, как нашедших находят их в воде. Ну, в общем, такая вот печальная статистика. Да, если есть вопросы, уточнение... Еще 53 человека, Вы сказали, на сегодняшний день погибли в металлограммах. Это за какой период? Это с начала года. С начала года? С начала купального сезона 37 человек. Это с 1 июня. А детей сколько? 5 человек, 5 несовершеннолетних. Это с начала года? С начала года. Возрастная категория, где дети? Ну, до 12 лет. Там, фактически, ну, причины неизвестны. В Чугуевском районе погибли детки. Просто ушли самостоятельно гулять и нашли их утонувшими в реке. Ну, причина смерти неизвестна. К сожалению, наверное, никто ее уже... Это я сейчас 2 человека, помню. Это тот же, когда я сказал? Да, наверное. Вот, вы говорите, 5 детей с начала года. А с 1 июня? С 1 июня один ребенок утонул. До 1 июня 4. Оборудованный пляж. Оборудованный пляж. Есть нормативный документ, юстированный приказ Министерства по чрезвычайным ситуациям. Правила безопасности людей на водных объектах в Украине. Этот нормативный документ обязывает районные администрации, местные органы, исполнительные власти оборудовать пляжи для отдыха людей на воде. Там есть целый перечень, что необходимо и что должно быть на пляже. Это матросы-спасатели обученные, прошедшие обучение. У нас есть 2 учебных центра, где проводят обучение матросов-спасателей. Это Мерифянский учебный центр, наш МЧС, потом Академия гражданской защиты здесь, в городе Харькове. В этих двух заведениях обучают матросов-спасателей. Их набирают в штат. Либо же это происходит на балансе администрации, либо же органы власти отдают в аренду прибрежную зону. И этим занимаются люди, которые фактически организаторы и организовывают отдых на водных объектах. Матросы-спасатели, я уже сказал. Медицинский работник. Спасательные средства. Это и лодка, и концы Александрова, и круги. Это и научная агитация, где можно посмотреть, как правильно себя вести, как правильно оказывать доврачебную помощь. Это должно быть дно пляжа, акватория дна, должно быть обследовано водолазами на отсутствие сторонних предметов. Это также берег должен быть обследован аварийно-спасательной службой на отсутствие взрывоопасных предметов, колющих, режущих предметов. Это все должно необходимо очищаться. Это все проводится и очищается. Графики, понятно, у каждого свои и разные. Вот это называется оборудованный пляж. Когда вы увидите спасательную станцию или спасательную лодку, дежурит там человек, это громкоговорящая связь должна быть. Фактически, вот это основные такие требования, которые должны выполняться на местах отдыха на воде. А эти матросы-спасатели действительно как-то спасают, следят за отдыхающими? Конечно, конечно. На сегодняшний момент статистика спасенных больше, но много, чем утонувших. Ребята действительно на своем месте, они проходят подготовку, они сдают экзамены, зачеты, это все принимается. Это как бы не шутка. Просто так, если ты хочешь быть спасателем и плавать не умеешь, то тебя абсолютно однозначно не возьмут. Это люди, которые умеют оказывать доврачебную помощь. Вот даже сейчас скажу, где это было 10 июля, здесь на Журавлевке. Человек фактически плавали на матрасе и, ну, как-то непонятно, то ли он плавать не умел, то ли испугался. Ну, фактически захлебнулся без сознания, его вытащили на берег, оказали доврачебную помощь. Фактически до приезда скорой у него появился пульс, скорая забрала, человек выжил абсолютно. Даже вот такие случаи, когда человек уже полностью без сознания, без пульса, их ребята спасают. То есть это, ну, это не просто так. На оборудованном пляже в Харьковской области на протяжении двух последних лет ни одного человека не погибло. Все люди гибнут на необорудованных местах. Либо это речка, либо это пруд. Вот здесь даже у нас, если брать во внимание наш Журавлевский гидропарк, то в районе ресторана «Мельница» вот этот пляж оборудован и полностью фактически там дежурят спасатели. Там есть арендатор, организатор и, как принято называть, аппендицит возле кафе «Ленот». Там фактически пляж не оборудован. Но городские власти приняли решение поставить там просто спасательный пост, якобы, ну, потому что статистика утонувших там была, ну, страшнейшая. Каждый год там десятка людей тонуло. Ну, на сегодняшний момент фактически там просто посты плавающие на лодках ребята, либо же на берегу сидят по одному спасателю. Как бы, ну, статистика изменилась. На сегодняшний момент там, ну, редко бывает. В прошлом году один, в этом году сейчас точно не могу сказать, был случай или, по-моему, даже не был. Такая ситуация. А какие пляжи Харькова оборудованы? На сегодняшний момент в городе Харькове, как я сказал, на Журавлевке оборудован пляж. Также в Чернозаводском районе оборудован это Безлюдовское, там водохранилище, пляж есть. Ну, это все можно на сайте спасательной станции города посмотреть. Также, по-моему, есть пляж в Октябрьском районе, там гидропарк есть по выезду из города, с левой стороны уже в районе Песочина. Вот там вот тоже есть место отдыха, там есть. По памяти сейчас тяжело, я же говорю, на сайте спасательной станции, горсовета, данные места все есть обозначены. Скажите, а на необорудованных пляжах какие, вот, можете сказать, самые главные вещи, которые может человек, допустим, тоже утопающий? Что ему необходимо делать? Инструкция к действию. Инструкция к действию. Ну, для всех, я уже говорил, но еще раз повторюсь. То есть, пришли на отдых, постараться не употреблять алкоголь. Если его употребляете, то глубже, чем по пояс, не советовал бы абсолютно никому заходить, не пытаться плыть, мерить глубину, спорить, переплыву я этот водоем, не переплыву, давай в тебя подбросим, будем поиграемся, давай в старзанки попрыгаем. Вот эти все вещи абсолютно, однозначно запрещены при употреблении алкоголя. Я же говорил, что у человека, ну, меняется мировоззрение после употребления алкоголя, у него появляется достаточно прилив энергии и сил, и он чувствует себя намного увереннее, чем есть на самом деле. Вот это, к сожалению, является основной причиной гибели людей на водных объектах. Если по выбору места, я уже говорил, как бы на реках, где необходимо выбираться, ну, как себя вести, я думаю, основные причины вот эти вот. А можно уточнить, вот если вдруг судорога, ну, человек водил? Да, схватила судорога, мгновенно себя натащить, если ногу схватила, пальцы на себя до упора, до боли просто тащить и стараться плыть и звать на помощь одновременно. Судорога должна отхватить. В основном судорога, ну, хватает нижнюю часть конечности, это и кровидная мышца. Пальцы сразу резко на себя тянуть и стараться сразу же мгновенно звать на помощь, не пытаться самостоятельно с этим справиться. Как я говорил, по одному, если не ходить, то вам обязательно помогут. Не стараться мерить глубину, уже говорил, из-за перепада температуры воды. Ну, я спросила, может быть, пару рекомендаций родителям, которые идут? Да, вот по родителям, ну, тут ситуация, конечно, ну, могут даже самые тщательные родители, самые переживательные, самые бдительные. Буквально, вот расскажу пример, на Безлюдовском водохранилище со мной произошел, наверное, года два назад. Ребенку, наверное, годика-два самостоятельно уже ходят, как бы, вот, мамочка с ними играется, за руку никуда не отпускает, ребенок стоит по колено в воде, маме по щиколотку. Зазвонил телефон, мама отвлеклась, буквально три секунды, я поворачиваюсь, ребенок уже под водой. Он же булькает, ныряет, ну, вовремя вытащились, спасли. Ну, произошло, прошло буквально три секунды. Детей не на минуту, абсолютно нельзя, даже, ну, какие минуты, на секунды нельзя отпускать одних. То есть, вот это единственная рекомендация, больше ничего не скажу. Если есть вопросы, задавайте, если нет, спасибо большое. Ждем вас тщательно рекомендации. Хорошо, спасибо.